Привет, ребят! С вами Каролина, и это мой любимый YouTube канал, и я здесь всех абсолютно поголовно убеждаю, что счастье и любовь есть, оно существует вне зависимости от цвета кожи, от вашего веса и от вашего возраста. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной. Сегодня видео не про это, не про убеждения, не про мотивацию и не про т.д. и про т.п. Сегодня у нас конкурс, вернее, сегодня у нас будет рандомное вычисление предыдущего конкурса, сегодня мы узнаем победителя прошлого конкурса, и, само собой, сегодня будет новый конкурс, и подарочек, который попадет в ручки одной из вас, находится вот здесь, прямо сзади меня, но об этом чуть-чуть позже. Конечно же, вы знаете, наверное, знаю только те, кто еще участвовал в моих конкурсах, что вначале я говорю про некоторые средства, которые мне помогали, и только в конце я вам показываю, что именно я буду сегодня разыгрывать. И сегодня я опять хочу что-то вам показать, и это что-то, это то, что я использую в своем ежедневном уходе, кое-что мне помогло, кое-что мне не помогло, некоторые средства я вообще не поняла, о чем они, и именно об этом я сегодня вам вкратце, постараюсь вкратце рассказать. Ну что ж, кому интересно, поехали! Я как-то рассказала в интернете, не помню, на ютубе или в инстаграм, что я пользуюсь капсулами ретинола, и сразу же посыпались вопросы, нафига он нужен, и что это вообще такое ретинол, и вообще какого фига сейчас придумывают разные такие названия, а-ля аптечные, и все девчонки ведутся и покупают эти средства, но совершенно не знаю, для чего они нужны. Девочки, у меня ретинол от фирмы Gervital, и я да, признаюсь, что я фанат этой фирмы, но это совершенно не реклама, потому что эту фирму очень тяжело достать, а просто на своем примере показываю вам те средства, которыми я пользуюсь. Но вы можете выбрать аналогичные на Look Fantastic, на Cult Beauty, и вообще, вообще где угодно. Просторы интернета необъятные, и есть куча магазинов онлайн, и есть куча физических магазинов, куда вы можете зайти и спросить про это средство. Что вообще это такое ретинол, и вообще с чем его едят? Честно говоря, раньше я была лузером, и тоже об этом не знала. Оказывается, это такое заумное название, ретинол, это самый настоящий витамин А. И возрастной порог, когда можно начинать уже пользоваться этим витамином А, это возраст 25+. Ретинол ответственный за обновление клеток в организме и за выработку коллагена. Все мы знаем про коллаген. Я думаю, что даже наши мамы и бабушки слышали когда-то о коллагене. Вот, оказывается, для того, чтобы тот самый коллаген вырабатывался в организме, сейчас речь идет о нашей коже лица, нам нужно внедрять в свой уход ретинол, то есть витамин А. Он работает как антиоксидант и помогает бороться со свободными радикалами. Ну, вы поняли, да? Мне очень удобно использовать капсулу, потому что я, ну, грубо говоря, вечером открыла эту капсулу, нанесла. Не надо ограничиваться только лицом. Можно наносить это средство также на шею и на зону декольте. Это будет вообще супер-пупер. Но главное соблюдать баланс. Сначала, наверное, нужно начинать пользоваться ретинолом всего лишь 1-2 раза в неделю. И только после этого, если вы увидите, казалось бы, это банальный витамин А. Но представьте себе, что он иногда вызывает раздражение. Поэтому, если вы только начинаете знакомиться с этим средством, лучше брать концентрацию от 0,0 по 0,0.3. Вроде бы правильно сказала. Не знаю, надо еще один раз посмотреть. Ну, в общем-то, вы поняли. Девчонки, если вам кажется, что этот самый ретинол вам раздражает кожу, тогда вы можете содержимое капсулы или содержимое иногда ретинол бывает вот в таких вот бутылечках. Вы можете пару капель смешать со своим вечерним кремом. Ретинол нужно наносить только вечером, потому что кожа, которая была обработана этим самым ретинолом, она очень чувствительна к ультрафиолету. Поэтому утречком, после того, как вы вечерком нанесли этот ретинол на кожу лица, наверное, я уже 100 тысяч раз сказала слово ретинол, вам нужно использовать солнцезащиту. То есть это крем с SPF. И желательно, чтобы этот самый SPF был немножечко выше, чем 30. Да, и вы все знаете, что этот SPF, он недолговечный. Если написано на флакончике, что это SPF 30, значит он будет защищать вашу кожу от свободных радикалов и от ультрафиолетовых лучей ровно 3 часа. Недостаточно того, чтобы мы нанесли это средство с утра и все, капец, хватает на весь день. Еще что я хотела сказать, что ретинолом или продуктами с содержанием ретинола нельзя пользоваться в отпусках и вообще в жаркое время года. То есть как раз сейчас, вот в преддверии весны, наверное, у нас есть примерно месяц, чтобы сделать такой курс. Но как только начинает солнце более активно работать, мы отказываемся от этих средств. И сейчас коротко-коротко пройдусь по коллагену, так как у нас ретинол отвечает за выработку коллагена. Я вам покажу, что в моем наличии, то есть в моем ежедневном уходе за кожей лица есть и коллаген. У меня, опять же, в капсулах, но он может быть и в кремах, он может быть даже в лосьонах, я встречала, в сыворотках, в мистах и т.д. и т.п. Девчонки, опять же, у меня капсула. Почему мне нравится эта компания Jura Vital? Потому что она создает эти капсулы содержимым и не слишком текучим, и не слишком плотным. То есть как раз очень удобная консистенция, чтобы можно было это хорошо размазать на лицо, на шею и на декольте. И этот мист или жидкий гель, он совершенно не стекает в глаза, когда ты наносишь его на лоб, и совершенно не стекает на губы или в рот тогда, когда ты наносишь его вот сюда, на носогубки. Ну, наверное, на этом я закруглюсь, потому что слишком много демагогии разводить о том, как полезен для кожи лица коллаген не стоит. Все мы об этом знаем, и, наверное, коллаген это самый узнаваемый ингредиент. Вот спроси у девчонок, что такое там кислоты, пептиды, там протеины для лица, витамин С, зачем он нужен, мало кто знает. Но о пользе коллагена, мне кажется, что знают абсолютно все. Так что я рекомендую для тех, кто использует витамин А, использовать этот витамин вместе с коллагеном, это намного действеннее, чем без коллагена. Сегодня в косметологии просто бум-бум-бум пептидных формул. Раньше, лет 20 назад, наши мамы совершенно не слышали о пептидах. Они знали разве что о ранее упомянутом коллагене. Сейчас на рынке уже есть белковые молекулы малого размера, представляете себе, которые, в теории, в теории, могут преодолеть роговой слой эпидермиса и проникнуть в дерму. Сегодня коллаген или другие крупные белки принято называть протеинами, а мелкие белки принято называть пептидами. Пептиды различаются не только по размеру молекулы, а и по функции. Одни связываются с определенными рецепторами клеток, другие действуют как сигнальные молекулы, которые запускают в клетки кожи какие-то определенные биохимические процессы, представляете себе. Существует необъятное, ужасное, большое множество этих самых пептидов. И каждый из этого множества пептидов будет вызывать в клетке определенную биохимическую активность. В составе пептидов обычно используются числительные. И, может быть, некоторые из вас помнят прошлое видео, когда я показывала чудо-средство для волос, которое было изготовлено на 14-м, по-моему, или 28-м, вот сейчас точно не помню, пептиде, и которое просто-напросто произвела на моих волосах эффект вау, вы помните, да? И именно вот это самое числительное, которое обычно отмечается и на флакончике, и на этикетке, оно отвечает, вернее, оно показывает количество аминокислот, которые входят в состав именно этого пептида, который находится у меня в руках, допустим. Очень-очень-очень важно, и о чем очень редко говорят блогеры, это то, что действуют эти пептиды только тогда, когда молекула их маленькая. То есть, чем меньше молекула пептидная, тем лучше она будет проникать в кожу. И у меня в руках вот такие вот два пузырька от компании The Ordinary, да, это та самая компания, о которой, наверное, уже услышали абсолютно все, наверное, только глухой или только ленивый не услышал о таких якобы чудо-действенных средствах по бюджетным ценам от канадской компании. И что я вам хочу сказать, у меня в наличии есть Матриксил, и у меня в наличии есть Буфет, и это одни из самых таких бестселлеров этой компании. Это пептиды. Что Матриксил, что Буфет. Честно говоря, у меня есть пептиды других фирм, от которых я, ну, увидела какой-то эффект. Данная фирма, хоть она и бюджетная, и хоть ей все абсолютно блогеры поют оды, наверное, была какая-то пиар-рассылка, потому что они все хором просто-напросто тащатся от этих средств. Я вам хочу сказать, что, честно говоря, особого эффекта этих пептидов, именно Матриксила или Буфета, я не увидела на своей коже. Мне показалось, что это, ну, такая пустышка. Да, не забивает поры, да, не вызывает раздражения, да, удобный флакончик, очень аптечно выглядит, но как-то это внушает доверие. Флакончик стеклянный, флакончик не пластмассовый, то есть выглядит достаточно дорого. Очень удобная пипетка, но вот это вот гелевое содержимое во флакончике, оно, во-первых, стекает абсолютно во все дырочки, во-вторых, ну, просто-напросто пустышка. Я наношу, оно очень быстро впитывается, оно реально не оставляет никакого жирного блеска, но буквально через полчаса ты чувствуешь, будто бы ты абсолютно нифига не нанес на лицо. Где, где это чудо-действенность этих средств? Свои средства с пептидами, которые намного дороже. Я не знаю, какие аминокислоты добавляют еще в состав формулы тех дорогих пептидов, для того, чтобы активировать функцию самого содержимого, самого пептида. Ну, наверное, я вам сейчас забамбурила голову, но, девчонки, мне кажется, что более дорогие фирмы, они создают уже готовый продукт. Допустим, у меня есть очень классная сыворотка от Dr. Botanicals, это какая-то там фирма из Лондона, которая создает только био-био-био продукты, и здесь у меня такой анти-морщинистый серум, анти-эйдж серум. И что я делаю для того, чтобы хоть как-то увидеть эффект? Я беру вечером капельку Матриксила и капельку серума от Dr. Botanicals, и только тогда я почувствовала, что я нанесла уход на лицо. А до тех пор, пока я израсходовала практически весь флакончик, вот вы видите, что у меня буквально на донышке осталось, я просто-напросто, мне казалось, что я фигней страдаю, еще лишние 5 минут вечером трачу, но никакого эффекта на своей коже не вижу. Dr. Botanicals, это тоже очной серум, но опять же, этот серум за 50 евро или сколько он стоит, сейчас точно не припомню, мне кажется, что нужно нанести и просто-напросто тащиться от удовольствия, а просто наносить и внушать себе, что да, ты действуешь, ты действуешь, ты действуешь, но извините, я ищу тот состав и тот серум и тот флакончик, который сразу же покажет мне эффект, у меня сразу же начнутся как-то разглаживаться морщины, или кожа станет намного мягче, да, от этого серума, кожа реально становится мягкой, запах потрясающий, ты получаешь такую спа-процедуру, но на этом точка-финиш, больше ничего ты не получаешь. Да, когда я смешиваю или буфет, где у меня буфет, вот он, или буфет с вот этим вот Dr. Botanicals serum, или Матриксил с этим же Dr. Botanicals serum, я еще кое-что вижу, а так в отдельности нет, поэтому мне кажется, что лучше выбрать что-то из другой фирмы, то есть фирму The Ordinary, я не советую, я вам сегодня его показываю, потому что речь шла о пептидах, я уверена, что пептиды, то есть мелкие молекулы белка, они хорошо влияют на состояние нашей кожи, просто нужно найти тот продукт, который именно действует на твоей коже. Пептиды, и если погуглить, можете заметить, что пептиды это такой якобы наполнитель морщин, они должны, по идее, разглаживать кожу, как-то выравнивать рельеф кожи, уменьшать поры, увлажнять кожу лица, восстанавливать повреждения, так что давайте будем искать то средство, которое нам реально поможет, а не тратить даже те же самые до 10 евро на пустышку. Лучше потратить 50, но, во-первых, средство не будет стекать, здесь я еще хочу отметить, что для того, чтобы намазюкать лицо, зону декольте и шею, у меня уходит такое нормальненькое количество, поэтому я, наверное, добью эти флакончики и больше их возобновлять не буду, а сориентируюсь на другие пептиды, которые 100% есть на рынке, я вам покажу их в следующих видео. Значит, я говорю нет Матриксилу, я говорю нет Буфету, и я говорю, ну и да, и нет, 50 на 50, доктор Ботаниклс, не знаю, какой-то серум антиэйдж, там с черной икрой. Вы знаете, как я обожаю молочную кислоту? Раньше в других видео я вам показывала вот это вот средство от Сандли Райли, Сандли Райли, или как ее зовут, ну, в общем-то, Сандли Райли, это такая девчонка, которая разрабатывает разные формулы для кожи лица, в общем-то, косметолог, наверное, да, ну, косметолог, я думаю. Так вот, это средство изменило мою кожу, да, это средство дорогое, но у меня еще, опять же, есть на донышке, но я пользуюсь им уже целый год. А вот это вот средство, которое стоит в разы дешевле от The Ordinary, ну, может быть, может быть, какой-то эффект оно и делает, допустим, немножечко действительно реально кожа отшелушивается, но, во-первых, процент, 10% молочной кислоты, это немножечко многовато, хотя моя кожа к этому уже привыкла, но даже меня немножечко пощипывает. Плюс консистенция, вы видите вот эту вот консистенцию, и буквально две вот такие вот горошины хватает для того, чтобы размазать на все лицо, и смотрите вот эту вот жидкую консистенцию, которая все потекла, то есть этого средства от The Ordinary, этой молочной кислоты, нужно намного больше для моего лица, чем средство от Сандли Райли. И эффект, я не знаю, что еще добавили в состав вот этого вот такого жидкого крема, но он намного лучше именно вот. Ну, я не знаю, но после Сандли Райли реально виден эффект. Кожа на утро блестит, она отшлифованная, сразу же вот эти вот большие поры, которые у меня пожизненно расширенные были, они буквально через две недели использования затянулись, затянулись, сразу у меня кожа выглядела, но я не скажу, что у меня исчезли все морщины, но во всяком случае кожа выглядит намного приличнее и намного лакшери. А вот этого средства, хотя честно я вам скажу, что я мало из этого средства использовала, потому что я не вижу эффект, я не знаю, у меня после химиотерапии красные ладошки, мне нужно приводить в порядок руки, я, наверное, буду использовать на руки и на пятки, как отшелушивающую маску, может быть, хоть что-то, какие-то там блага, это средство принесет моим ножкам или моим ладошкам, но на лицо я точно не хочу наносить, разве что может быть на декольте, потому что здесь у меня, ну, больше, вот такая вот зона побольше, мне немножечко, знаете, ну, жаба давит, вот это вот мазюкать куда-то сюда. И все, сейчас вот вкратце-вкратце вам расскажу еще о таком вот серуме, потому что я очень часто его вечером использую, после того, как я нанесла какую-то там кислоту, или какие-то там пептиды, или коллаген, какой-то там ампулы, ну, в общем-то, не важно, я использую еще серум, голд серум от компании Биотерм. Мне нравится компания Биотерм, не могу сказать, что она очень популярная, но мне кажется, что то, что обещает этот серум, он выполняет. Кожа реально становится мягче, и после того, как ты использовал, допустим, гликолевую кислоту, и у тебя кожа, ну, ты чувствуешь, что она немножечко-немножечко раздражена, ты произвел такой пилинг конкретный на коже, мне кажется, что вот этот вот серум, он очень-очень классно успокаивает кожу. И только уже после этого серума от Биотерм я уже наношу свой ночной крем. Иногда я наношу этот серум и как базу под макияж. Я уже рассказывала, что моя любимая база под макияж это эмбриолиз, увлажняющий крем, но иногда, когда у меня кожа особенно там обветренная, сухая, особенно там в феврале, или когда я где-то в горах была, или, я не знаю, очень долго находилась на улице, и у меня кожа просто-напросто высушена от ветра, от мороза, или даже от жары вот на пляже. Тоже очень супер-супер-мега круто. Мне кажется, что вот это вот средство очень хорошо успокаивает. Оно и не жирное, оно жиденькое, но очень-очень концентрированное. Две-три капли хватает для того, чтобы обработать всю зону лица и всю зону шеи. Еще, как средство под макияж, очень классно выглядит, смотрится мейкап, потому что, как на нем написано, это liquid glow, glow, как правильно говорится. Ну, то есть, кожа сразу как-то блестит здоровым блеском, в нем нету каких-то мелких частиц шиммера, но сразу же какой-то лощеный, внешний божий вид принимает наша кожа после его использования. И мне кажется, что за его цену вот это средство стоит покупать. И я буду еще один раз покупать. И мне кажется, что оно очень классно действует на возрастной коже. Мне кажется, что это вообще жирная кожа. Если очень часто использовать это средство, оно будет жирниться больше, хотя у меня жирная кожа, но у меня с этим абсолютно никаких проблем нет. Но вот как для мамы моей, или даже вот для меня, мне кажется, что это вообще вот такая вот вещь. Буду еще один раз повторять покупку этого средства. Покупку вот этого я не буду повторять, потому что оно и дороже, и мне кажется, что это лучше действует, чем вот это, которое якобы натуральное, якобы органика, и т.д., и т.п. Не знаю, мне вот это больше нравится. Девчонки, и теперь давайте я вам покажу то, что я вам хочу подарить. Это у меня просто пакетик от Сифоры, хотя содержимое не от Сифоры. Я вам запакую в другую коробочку. В общем-то, это у меня вот такой вот набор кистей от Look Fantastic. Здесь у нас есть и губка под макияж, и еще, что у нас здесь есть внутри, еще внутри есть вот такие вот три больших кистей для лица. Ну, наверное, это кисть для пудры, кисть для румян, и, наверное, кисть для хайлайтера, насколько мне кажется, потому что одна кисть большая, другая немножечко меньше, и третья еще немножечко меньше. Все кисти для лица, не для глаз. И вот такая вот губка, которую производит тоже Look Fantastic. Мне кажется, что она немножечко твердоватая, если сравнивать эту губку с губкой, допустим, там от Real Technique или Beauty Blender. Но мне кажется, что Look Fantastic это все-таки солидная фирма, поэтому этот наборчик не может не порадовать свою обладательницу. Очень классно, стильно смотрится. И как раз весь комплект для того, чтобы напудриться, нарумяниться. Это первый компонент нашего подарка. Второй компонент самый известный, известный тональный крем от фирмы Catrice. Вот этот крем я могу на 100% рекомендовать и предлагать абсолютно всем. Мне нравится, что в нем есть пипеточка, и очень легко с помощью этой пипеточки можно нанести пару капелек на ладошку, и уже с ладошки, Beauty Blender или кистью мазать это все на лицо. Крем очень стойкий, он не какой-то там легкий кремчик а-ля BB крем или CC крем, он быстрее всего, что на вечер. Конечно, лучше всего и те, кто особенно балдеют от этого крема, это обладательницы жирной кожи и комбинированной кожи. Но так как этот крем лидер продаж вообще во всем мире, я решила, что этот тональник очень хорошо подойдет нам славянским девочкам. Я выбрала оттенок 0,20. Конечно, если вы мулатка, то это вам уже не подойдет. Если вы обычная советская девушка, вот как мы все, вот с такой вот просто светлой кожей, вам подойдет на 100%. Это вторая составляющая нашего подарка. И еще в моем подарке есть масочка, скраб, пилинг для лица, для того, чтобы красиво смотрелся тональный крем, чтобы он лег красиво, и чтобы наша кожа была подготовлена к нанесению тонального крема. Очень хорошо раз или два раза в неделю делать такой вот пилинг для лица. Этот пилинг, эта масочка содержит в составе масла абрикоса, то есть оно не содержит частички абрикоса, оно содержит масло абрикоса, и подходит абсолютно для всех типов кожи. Я подобрала так, чтобы подошел абсолютно всем. Ну, наверное, использовать один-два раза в неделю, ну, как обычный пилинг, наверное, все знаем, и можно, в принципе, сфоткать вот здесь вот инструкцию и через Google Translate перевести, даже если написано на немецком, я думаю, что любая девчонка справится и сможет это все перевести. И еще два крема, ночной и дневной, опять же, из той серии от компании Balea. На этих кремах написано, что они для возрастной кожи. Почему я выбрала крем для возрастной кожи? Потому что мне кажется, что в эти крема, на которых написано, что они там подходят от 45 лет и там до 65 лет, формула намного обогащеннее. Написано, что эти крема содержат органовое масло, мы все знаем благоприятный эффект органового масла на кожу лица, и мне кажется, что этот крем свободно подойдет и тем, кому там 30 лет, без никаких проблем. Если вы не подходите в этот возрастной барьер, можете подарить маме, я думаю, что она будет очень-очень рада. Он создан для того, чтобы регенерировать клетки лица и уменьшает морщины, во всяком случае, это нам утверждает производитель. Поживем, увидим. Я не пользовалась еще этим кремом, но я собираюсь подарить такой крем и своей маме. Дневной крем содержит уже в своем составе SPF, просто это SPF 15, это не так много, поэтому, если будете, допустим, пользоваться этим кремом летом, нужно, наверное, на этот крем наносить еще какой-то там спрей с SPF. Но, знаете, очень многие женщины вообще не заморачиваются о SPF, и мне кажется, что то, что сейчас начали добавлять этот SPF в состав крема, это очень-очень хорошо. Вот, девчонки, показываю вам более близко содержимое моего подарочка. Вот он, раз, два, три, четыре, пять продуктов. Я вам красиво запакую. Все, а теперь давайте посмотрим, что у нас там по прошлому конкурсу. Вот количество лайков у меня 159. Не все девчонки, которые поставили лайки, написали и комменты, но здесь я видела и комментарий с номером лайка 150, поэтому, если я внесу в рандоме просто вот это вот количество комментариев, вот 140, у меня получается, что девчонка, у которой был лайк 150, не участвует в конкурсе, поэтому мне кажется, что логично и правдиво было бы, если я вот внесла вот это вот количество лайков в мой рандом-генератор цифр. Что ж, перейдем. Пишем, значит, сколько у нас там. Получается у нас 159. Выносим вот здесь вот в рандоме от 1 до 159 и нажимаем на сгенерирование. О, вот он, вот он, вот он, вот он лайк 144. Алена, Алена, ты выиграла конкурс, сейчас я тебе напишу и узнаю твои контакты. Все, девчонки, на сегодня это все. С вами была Карлина, я вас всех очень рада видеть на своем канале и напоминаю, что условия для того, чтобы участвовать в конкурсе, это подписка на мой канал, плюс коммент с номером лайка. Ставите лайк, пишите в комментариях номер своего лайка и слово участвую. Всех целую, всех люблю. С вами была Карлина, встретимся в следующем видео. И напоминаю, что у меня есть инстаграм, я под видео всегда пишу в инфобоксе ссылочку на свой инстаграм. Не забывайте подписываться также на мой инстаграм. Я вас всех люблю, всех целую и встретимся с вами в следующем видео. Все, теперь точно все. Пока-пока.